Но, конечно, самым главным был его конфликт со Сталином, который, собственно говоря, расколол советскую власть до военного периода. Троцкий был прав, поскольку революция в России превратилась сначала в сталинизм, потом в хрущевизм, потом в брежнинизм, а потом в ельцинизм. Или Даруб, которым проломили голову Троцкого, на самом деле ничего в этом споре не решил, а поставил не просто многоточие, а многоточие со знаком вопросов. Здравствуйте, это Максим Шевченко. Поговорим сегодня о Льве Троцком. Интерес к этой выдающейся исторической фигуре, безусловно, подхлестнут сериалам, которые показал Первый канал, в котором нет смысла обсуждать то, как, собственно, показан Троцкий Первым каналом. Он показан там лихим, ярким, необычным авантюристом. Возможно, он таким и был, поскольку таким является каждый революционер, человек, который бросает вызов существующей реальности, ставит свою жизнь на кон, а революционер именно ставит на кон жизнь и потом либо выиграл, либо проиграл, либо ты живой, либо мертвый. В жизни Троцкого были обе эти крайности. Он и выиграл, поскольку Октябрьский переворот, Октябрьская революция – это выдающаяся победа, которую никто не мог прогнозировать до этого, но они в нее верили. И, безусловно, он был убит, когда агент Сталина Рауль Меркадер пробил ему голову ледорубом знаменитым. Но не будем углубляться в то, каким был Троцкий и почему он такой был. Скажем так, это был один из самых ярких, талантливых, интересных, парадоксальных людей в свое время. Он, безусловно, был марксистом, он, безусловно, марксистский анализ классовой борьбы, соотношения труда и капитала, прибавочной стоимости ставил в основу понимания всего. Это был человек широчайшей культуры, разбиравшийся в поэзии, в литературе. Достаточно сказать, что он защищал, допустим, Есенина и многих поэтов. Он возился с церковной политикой и еще до всяких жестоких репрессий в отношении церкви пытался создать разные варианты церкви, которые соответствовали бы советскому представлению о реальности. Но, конечно, самым главным был его конфликт со Сталиным, который, собственно говоря, расколол советскую власть до военного периода, который привел к эмиграции или уничтожению значительного числа людей, большевиков, которые были названы троцкистами и который вошел в историю как такие трагические страницы такого раннего советского прошлого. Так что же случилось между Троцким и Сталином? Давайте попытаемся в этом разобраться. Сталин в борьбе за власть сделал ставку на так называемую русскую партию, на русскую фракцию ВКПБ. Сталин, будучи сам этническим грузином, опирался на так называемое большинство выходцев из фабричных рабочих. Фабричные рабочие были по преимуществу воспитаны в русской старобряческой беспоповской среде. Это не значит, конечно, что большевики 20-30-х годов, которые стали опорой сталинской фракции, были старобрядцами, которые тайно хранили дома иконы, крестились двумя перстами и так далее. Нет. Они отрицали религию. Но они несли в себе то ощущение мира, которое было выработано именно этой категорией русских людей на протяжении нескольких столетий. То, что мир несправедлив, и мы призваны, особенно русские люди, являемся носителями особой такой правды построения Царства Божьего на земле. Что государство эксплуататорское, государство господ, это абсолютное зло, и только народ может сформировать свое государство, основанное на народной правде. Что церковь синодальная, это зло, и все, что помогает ей, это тоже зло. Поэтому это, кстати, ответ, почему Троцкий защищал православную церковь и храмы. А русские люди, сталинисты конкретно, разрушали православную церковь. В 30-е годы массовое разрушение православных храмов началось после изгнания Троцкого из Советского Союза. И идеологического и политического разгрома его последователей, которых называли троцкистами. Но троцкисты, будучи людьми глобальными, марксистами, выходящими за рамки русского сознания и русской такой ментальности, многие из них были выходцы из еврейской среды, из латышской среды, из польской среды. Они ощущали себя принадлежащими к мировой культуре в целом. Им нравились эти вот храмы, допустим, храм непорочного зачатия, который на Покровке тут вот неподалеку был в 30-е годы сломан, взорван. Один из любимейших храмов Достоевского. Нравился, как ни странно, храм Христа Спасителя. Ну, они полагали, что это культура, да, которую вот можно перерабатывать там. И, значит, современные революционные молодежи вполне рассказывают там про заблуждения верующих, какие они были до того момента, пока религия не отомрет. Но русская партия, которую основу сделал Сталин, они относились к этому достаточно жестко и прямо. Они полагали, что большинство этих храмов это храмы синодальной церкви, которая всегда была врагом с их точки зрения русского старобрячества, что абсолютная правда. Приложением к имперскому государству, что тоже абсолютная правда. И на самом деле ненависть, такая зелотская, старобряческая ненависть. Зелот это было такое радикальное крыло в иудейской войне, которые выступали за абсолютную войну с Римом. Такая зелотская ненависть, она была вот вполне такая фундаментом большевизма. Сталин сделал ставку именно на это. Это вот русское самосознание этого части большевистской партии, оно на самом деле включало в себя, как ни странно, или может быть это естественно, и антисемитскую парадигму в какой-то мере. И борьба с троцкизмом, она для многих совпадала с очищением партии от еврейского элемента, который, безусловно, пришел в 20-е годы в партию и в революцию. Потому что евреи были одним из гонимых и унижаемых этнических, ну не сословий, ну скажем так, категорий населения в Российской империи. И, безусловно, поэтому еврейская молодежь образованная так шла в революцию, в строить более справедливое общество глобальное. То есть борьба между Троцким и Сталином, между сталинизмом и троцкизмом, это борьба между русским вариантом революции. Почему Сталин и стоял за построение социализма в отдельно взятой стране в русской специфике. И в целом они и так и построили СССР, как некий вариант русского миропонимания справедливого. И троцкизмом, который говорил о том, что Россия является просто плацдармом для мировой революции. И что, отталкиваясь от России, надо сделать революцию на всем земном шаре. И только тогда она будет успешной. История показала, что Троцкий был прав. Поскольку революция в России превратилась сначала в сталинизм, потом в хрущевизм, потом в брежнинизм, а потом в ельцинизм. С маленьким промежутком горбачевизма. А мировая революция так и не построена. Мы точно не знаем, возможно ли она в принципе. Но так как мы верим в человека, в его творческие силы, и не сомневаемся в том, что если мы захотим, возможно, все, то этот спор мы пока оставим открытым. Или Даруб, которым проломили голову Троцкого, на самом деле ничего в этом споре не решил, а поставил не просто многоточие, а многоточие со знаком вопроса. Потому что возникает вопрос, а вдруг Троцкий все-таки был прав? И мировая революция единственная возможность поберить это глобальное зло под названием хищнический, либеральный, империалистический капитализм. Это был Максим Шевченко, смотрите мой ютуб канал. Как тебя это касается? Да так касается. Как тебя это касается? Как касается, ты что хочешь? Чего встал с ней? Чего встал-то? Чего встал-то? Да подожди, иди сюда. Ну почему ты как шалава вырелась? Ты не хотел, чтобы такие вообще по городу ходили? Иди сюда, иди сюда. Чего ты, блин, толпишься-то? Чего тебя не трогать? Чего тебя не трогать, ну нихуя? Большая. Не надо стоять как... И вести себя как шлюха. Ну что, это пиража через... Блин, ну пиздец, ну чего это такое вообще? Чего в смысле? Чего в смысле? Чего там как шалава какая-то? Блин, слушай, ну не нравится то, что туда ходишь? Что ты что-то делаешь? Какой-то сделал, я простоялась. Чего тебе еще воровать в ебу и все. Ты что так выриделась? Посмотри на себя, ты на террористку похожа, людей пугаешь. Ты что, ты смотри, все шарахаются у тебя, смотри, все отходят вообще. Я ничего не сделаю вам плохого, я просто стою здесь. Что ты стоишь в киджабе? Чего ты? Чего ты делаешь? Чего, че такое? Просто у меня здесь ссоры, че-то вот, че она, не наделась так. А тебе че, ебет это? В смысле? В смысле, бля, че ты доебал? Слушай, мне не нравится. Че тебе не нравится? Вот так вот. Эй, ты в зеркало смотрел. Смотри, ты пугаешь людей. Какая разница все, она отходила. А тебе какая разница? А вам какая разница? Я с ней разговаривал. А я не хочу, чтобы ты с ней разговаривал. Почему? Потому что... Почему? А ну как тебя это задевает? А тебя как это задевает? Она кого-то трогает? Нет, никого не трогает. Никого не трогает. А что, кого она пугает? Меня. Ну и не то, смотри тогда на нее. Че, ну она пугает меня. Смотри, он ее... Ты тоже меня пугаешь. Она хиджаб. Застрелить тебя, что ли? Нет. Что такое? Просто она на меня и раздражает. В смысле? Она меня раздражает? Зачем? За что? Я тебя ебну сейчас. За что? В смысле? Я тебе сказал, я тебя ебну сейчас. Ты готов ее защитить? Ты знаешь ее? Нет. Ты за нее знаешь? Нет. Ну а что ты потом соглашил? А ты ее знаешь? Я ее знаю. Откуда? Сестра моя. Серьезно, вокруг тебя никто так не... Чувак, чувак, че такое? Какое твое дело? Да сестра моя, ты че хочешь? Какое твое дело? Сестра моя, блядь. Ну и что ж ты, сестра твоя? Я тебя сейчас перерну. Тебя это касается? Конечно. Тебя это касается? Конечно, касается. Как тебе это касается? Да так касается. Как тебе это касается? Да так касается. Ты че хочешь? Чувак, все, успокойся. Че ты так оделась? Одевайся нормально. Че ты так оделась? Мм? А че тебе не так оделась? А че тебе не так оделась? Вот, посмотрите, камера. Спасибо, что заступились. Спасибо большое. Мы знакомы, то есть все хорошо. Продолжение следует...